Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале нефрай 3.087, с вами Глицемер, лунатик, фанатик 9 и попроще нефрит. И сегодня, да, я начинаю прохождение той самой легендарной части Resident Evil 2 HD Remastered by Hazard 2. Это оригинальная версия японская. Есть небольшие тут отличия от европейской версии, потому что как бы здесь нет вырезанных ценных сил, которые есть в европейской. Я буду проходить на халявном режиме. Это где есть автоприцел. Сейчас я убавлю звук, потому что он очень громко. Где-то у 55 все надо сделать, а то меня очень тихо будет слышно, как вы, наверное, уже заметили. Сейчас мы все это сделаем. Ну и начнем наше первое восхождение по Resident Evil 2. Буду я проходить сейчас первый сценарий за Леона, второй сценарий я начну проходить за Клэр. Ну и начну я проходить на среднем, на крутом я хотел бы, я проходил на крутом, но сейчас, как я давно, во-первых, не играл, и на ПК мне не очень удобно, поэтому буду я все-таки проходить на среднем. Странный случай произошел на окраине американского городка под названием Раккун-Сити. Позже выяснилось, что это были последствия Т-вируса, созданного международной корпорацией Амбрелла. Полицейский департамент Раккун-Сити, а именно отряд Старс, начал немедленное расследование этого случая. Дело вскоре было закрыто, благодаря усилиям членов Старс Криса Редфилда и Джилл Валентайн. Но эксперименты корпорации Амбрелла были еще далеки от завершения. Да, если хотите связаться со мной, вы можете в папке найти мой ВК, ВК, ВК и, конечно же, Инстаграм еще. Что это у нас здесь? Да, немного здесь затормаживается, чем видео. Дальше все нормально будет. Почему такой вот глюк? Вот вы маньяк! Какого черта он упустил меня? Это тормозок нет, смотрите-ка. А нет, есть арома. Уже зомбак идет. Ну, это не моих рук дело. Ужасное зрелище! Да. Кто мог сотворить такое? Что это было? Кто они такие? Так, хватит! Не двигаться! Не двигаться! Нет! Да что с ними такое? Я же по ним стреляю. Кто они такие, черт возьми? Стой! Не стреляй! Пригнись! Нам нельзя здесь оставаться. Пойдем полицейский участок. Там безопасней. Сюда! Пристегнись! Хорошо. Да, эта версия вешает почти 3,5 гига. Да что здесь происходит? Я только приехал в город, а тут творится какое-то сумме! Радио сломано! Ты полицейский, да? Ага. Первый день на работе. Неплохо, да? Меня зовут Леон Кеннеди. Рад знакомству. А меня Клэр. Клэр Редфилл. Я приехала к своему брату Крису. Кто захочет играть, можете попросить? Я отправлю. Ссылочку. Эй, не могла бы ты открыть бардачок? Конечно. Есть пистолет. Лучше тебе взять его. Нет! Ты целая? Да и диного кусочка. Хе-хе-хе. Эта пистолет едет прямо на нас! Ха-хе-хе! Клэр! Клэр! Леон! Я в порядке! Беги в участок! Встречайся там! Хорошо! Сейчас я постараюсь забраться в этот участок, не подбирая ни патронов, ничего, чтобы получить Брэда. а он там вот тут кстати вот тоже замоке перемещается метров местах непривычно стоять ты кто такой и чуть здесь надо стреляй я человек извини я подумал ты один из них что творится в этом городе секунду я понятия не имею но к тому времени как я это все заметил уже весь город был наполнен этими тварями ты чё мало кто такой ты чё пацан самый умный и чё тебе больше всех надо а я молчу так чувака сажали моему заходить сложность возникнет и всех не так они стали блин еще сложно здесь проходить потому что они почему-то здесь меняются позиции по-другому действия делать должно быть зомби там есть а где номера должно быть там его нет у бабы она еще жила как ты сразу жила есть так то баба не оживает но меня не тоже не оживает а не идет так я не я я я не я я я я не я попали мне я их наверху что я вам непосредственно не могу привыкнуть вот вредит этим я знаю что так было вот так менялись позиции здесь у нас должен бред вот у него есть ключ от раздевалки так сказать и шкафчик ребята вы теперь знаете если вы хотите пройти получить ключ от раздевалки не проходя игру полноценно вы можете вот так добежать здесь я не могу да посмотреть говорю почему-то в японской версии здесь не не показывают в европейской мне показывают что за дверьми творится и как мы помним в европейской версии здесь есть травка но здесь ее нынче нету не просто кинулись травку вот это вообще печально чё же дальше будет чеками жопа как проходить стал от вот да это ностальгическая музыка как я обожал ее она же на телефоне есть да патроны внутри штука тут вот это вообще самое хоть не 15 давайте сходим брэда приведем я ребят на ранге тут проходить не буду как мы помним брэд это водитель вертолет из первой части но почему он стал зомби вы узнаете только в третьей части игры двадцать патрон двадцать восемнадцать целая обойма третья часть его узнать почему он стал зомбаком сейчас появился что появилась травка нет нет и тут ничего не вижу а я чувствую начальник бляха муха подогибил так патронов нету сейчас не хватает надо бы засейвиться не помешало бы а тут лента есть а это хорошо ранг СА я не собираюсь тут получать это я тут играю через факт написано это так балуюсь экстрим батл прохожу нет сейчас компьютер не надо использовать нам сейчас надо к небру сейчас вы все увидите спойлернул он может о боже кто 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 ты такой а ты должно быть новичок ли он извини но вечеринка по случаю твоего принятия на работу отменяется что случилось где-то два месяца назад в особняке расположенном на окраине городка произошел один случай связанный с этими зомби Крис и другие члены отряда Старс выяснили что за всем этим стояла Амбрелла они рисковали своими жизнями чтобы узнать правду но им никто не поверил вскоре после этого все и началось аааа держись за меня не волнуйся лучше помоги вышившим в других комнатах вот возьми эту ключ карту чтобы открыть двери в холле теперь иди но как же иди же хорошо но я вернусь за тобой только держись ну а теперь мы знаем что ли он первый день как мы знаем он прибыл решили ему вечеринку встроить видим какая вечеринка как удалась двери вот поломаны некоторые ative как видим вся из треска на она поймем почему потом когда буду проходить третью часть синяяя карта тут нормально хоть перевод странно почему то в экстрим упадал там хрккхんхрк ничего не понятно написано Задать оригинальную часть перевели, а как стримбаттл мне захотели переводить. Да-да-да. Сундук. Зашиби, сундук. Толк у меня от него. Мда-да. Порадовали. Полицейский меморандум. 23 августа 1998-го. Это письмо содержит информацию о последних перемещениях оборудования, которые проводились во время реконструкции полицейского участка. Сейф с четырехзначным кодом был перемещен из офиса Старс. Старс. На втором этаже. В самый восточный офис. На первом этаже. 2236. Дорожный департамент полиции Ракуна. Вот. Мы уже пароль знаем. Стал закрыт. Ну да. Сука. Там ликер. Не люблю я эту падлу, и сейчас мне к тому же вообще с ним не вариант встречаться. Биться с ним. Тут даже можно описи не только читать. Там вот нельзя, да? Так, чувак, без головы. Голова пропала. Похоже, она откручена. Откручена? Ну, 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 еще... Как сказать? Больше нет ничего у него, да? Ну, вот и ликер. Ну, и мастер. Ну, и он сандарь должен. Стравку забери. Сука, не надо забрать. Ненавижу ликеров. В данный момент они вообще мне... Снебитым вам... Не очень подходящие с пистолетом. Ну, конечно, может с пистолет его убить. Вероятность того, что есть, что он меня пригрохает. Налекому проходил, было бы пофиг. Я бы еще и дошел бы сюда. Нехромой. По-любому особо. Так, давайте начинаем. Оперативный отчет. Оперативный отчет 26 сентября. Департамент полиции Ракуана был неожиданно атакован зомби. Многие были ранены, еще больше было убито. Во время атаки наше коммуникационное оборудование было уничтожено, и мы больше не можем контролировать... Контактировать с внешним миром. Мы решили провести операцию с целью спасения всех приятных выживших, а также предотвращение распространения этого бедствия за пределы города Раку. Детали операции следующие. Охрана вооружения и амуниции. Шеф Айронс проявил беспокойство в связи со случаями терроризма, обусловленной серией недавних нераскрытых инцидентов. За день до атаки зомби он принял решение рассредоточить оружие с разными интервалами по зданию, как временную меру по предохранению от его возможного захвата. К несчастью, это решение сделало для нас особо сложное обнаружение всех запасов оружия. Наша самая главная задача вернуть это рассредоточенное снаряжение. Открытие оружейных складов. Как изложено выше, будет очень сложно собрать всю амуницию, однако значительный запас все еще хранится в подземном складе оружия. К несчастью, человек, хранивший ключ-карту, используемую для доступа к оружейному, пропал, и мы не можем найти ключ. Один из нарушителей спустился вниз. Во время боя электронные замки не функционируют в определенных областях. «Важная задача для нас – восстановить энергию в силовой комнате и спастите замки», – написал Дэвид Фокс. «Операционный отчет. 27 сентября. Час ночи или час дня». «Западная баррикада прорвана, и получился очередной обман. Мы временно укрыли раненых в захваченной комнате на первом этаже. Еще 12 человек были ранены в бою», – записал Дэвид Фокс. «Дополнительный отчет. Еще три человека были убиты вслед за неожиданным появлением еще одного неопознанного существа. Эти существа идентифицируются отсутствием части кожи и бритвоподобными когтями. Однако и главная отличительная особенность – их копьеподобные языки, способные пронизить тело человека в один момент. Их число, как и их местоположение, все еще неизвестно. Неизвестно. Мы ровно назвали этих существ лизуны. И сейчас заняты разработкой контрмер для борьбы с этой новой угрозой». Вот. Вот мы встретили одного лизуна. Ну, по-английски они называются ликеты. Да, ребята. Скажу так. Я буду все полностью, безусловно, проходить. Я не буду, как сказал, на ранг специально проходить, потому что мне интересно. Я впервые сам играю. О, а что, здесь патронов нету? Здесь патроны для дробовика должны лежать. Андрюха опять, я точно должен знать. Здесь патроны для дробовика всегда лежали. Супер. Я, потому что хочу поиграть, говорю, в оригинальную, как мы видим, японскую версию. Здесь чуть-чуть, как я уже вижу, некоторые не так расположены, как нужно было бы. Нет, ну реально, патронов нету. Здесь всегда нычка была, блин. Травки нету, патронов нету. Так что творится-то, а? Буду все читать. Это похоже на карту операции. Да. Мне это не есть, ребята, гуд. А теперь вы понимаете, чем отличается Био-хайзард от Резидент Ю. Недостатком некоторых вещей. Био-хайзард от Резидент Ю. Сейчас еще этот укусит. Блядь. Сука, гондоны. Блядь. Брат 2. Блядь, нет патронов. Ещё кто-то жив, а вот один, наверное, жив. Сучара. Травка здесь. Слава Одину. Слава бубенцам. Яйцами и всё тому подобное. Бляха, муха, наконец-то травка. Мне даже всю сожрать надо. О, какие-то ещё сетей всех музык в комнат сохранения. Блин, это прям кайф. Здесь патроны лежали. В этих ящиках. Опять нету. Андрюха, я прям злиться уже начинаю. Меня пытается вообще тут лишить всего. Я знаю, ты полюбасу с нашим. Ааа, вот, особый ключик. Так. Здесь две формы, подходящие вам. У тебя нету, нежно, да. Да, 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 мягкий знак, что-то, ой. О, о, вот эту я не видел. Никогда. В форме Старс. Я знаю, как его в майке. И потом есть какая-то тоже форма. Ещё вторую дайте, давайте глянем. Ой. В очочках такой в коже. Таких кожаных штанах, нифига себе. Прикольно. А, ну вот, когда бы он, вот, как сказать вам, ребят, он был бы в майке, вот так же бы он целился. Брутально, брутально. Давайте я этого и оставил ему форму. Ништячно. Давайте засеемся. Я говорю, потому что я же прохожу не на ранг. Тимнушка. Охренеть. Патронов нет, амуниция другая. Блин, классно. Хотя и форма Старс мне понравилась. Блин. Это более-то крутальный. Так, кто такой рокер у нас? Е. Жилетка кожаная. Кожаные штаны. Эх, вспоминается молодость. Это тоже. Любил это. Могу проявить фильм тут. У меня пока никакого фильма нет. Операционный отчет 2. Операционный отчет 2. Операционный отчет 2. 4 человека, включая меня. Мы не смогли спасти запас оружия. И надежда на наше выживание продолжает уменьшаться. Мы не можем выносить это дальше. Мы согласились с планом побега через канализацию. Там путь проходит от подвала полицейского участка до осенизаторной станции. Мы можем достичь канализации сквозь нее. Только один недостаток. Нет гарантии, что осенизаторная станция свободна от возможных опасностей. Мы знаем наши шансы в канализации. Малые, но все лучше, чем просто ждать здесь смерти. Чтобы выиграть больше времени, мы закрыли только одну дверь, ведущую в подвал. Которая находится в самом восточном офисе. Мы оставили ключ позади, в самом западном офисе. Походка пока один из тех монстров не найдет его и не разблокирует дверь. Я молюсь, чтобы этот операционный отчет стал полезен тому, кто найдет его. Списал Элитон Эдверт. Ну, ребят, тут, кстати, отчеты классно прописаны. Более подробно. О, так у него, кстати, при часам-то смотрите, как изменился. Камеру сейчас навести. Смотрите, а, это бандана у него. Ништяк. В первый раз так, Леньку вижу. Прикольно, прикольно. Вот сейчас, скажу, ништяково, ребят. Здесь зомбаков, надеюсь, нет? Здесь нет. С патронами у меня беда. Кстати, нычка тут по патронам раньше была. Да, чё, здесь её нету, что ли? Блин, в европейской версии я помню здесь мою нычку. Да как так-то, а? За статуей патроны всегда лежали. Это реально хардкор, ребят. Сука, я уже начинаю проклинать этих японцев. Зачем мне так усложнили всё? Нигде патронов нет. Но зато хоть костюмы прикольные есть. Ленька в костюме Старс тоже прикольно выглядит. Интересно, у него Клэр какие. Я помню, у неё был такой тоже, типа, такая длинцовочка тоже, ну, с надписью-то у неё. Тоже так, более рокерски выглядело. С Феникс, что ли, там нарисован, что-то. Посмотрим, что у неё тут. Когда будем мы второй сценарий за неё проходить. А Ленька-то да. Первый раз я вижу такой костюм. У японцев интереснее версии. Но то, что травок и патронов ни хрена нету, это полный трэш. Выживай как хочешь. Да, и прорисоваться честа получше. О, тут даже вот здесь вот можно было бы увидеть патроны, что-нибудь здесь лежал. Если так, камера бы была. Ну, сух, нету патронов. Везде меня с патронами обламут. Там с патроном для драбеша обламут. Тут, блядь, тут заморки идут. Ну что-то, надо шмоматься ещё больше. Ой, дяди. Да вы чё такие желающие-то? Походу, дело я... Вообще, гренее проходить-то. Там ещё хмыря один козы. Я же просто дурею, ребят, проходить. Тут не патронов вообще не хватает. А на крутом, чё, было бы... А, на крутом, он можешь банк сносить. Точно, блин. Было бы круче. Изображение членов... Членов. Изображение членов. Отряда Старс, короче. Изображение членов. Кошмар, кто-то должен был искать это. Но, кстати, если тут много раз потыкаться, здесь мы можем получить фотографию Ребекки, которая была в первой части, как мы помним. И... Она ещё в нулевой части есть. Так. Я заколебуюсь, прикатю же кнопку. Сколько там? Раз 40-50 нам тыкнут. Что получить пасхалку. О! Есть! Я получил пасхалку. Кстати, тут ещё, по-моему, нычка тоже была. Нет. Походу дела, здесь нычки тоже нет. Справит должен был быть. Как я помню. Это похоже на точную копию пушки. Возможно, хозяин является членом НРА. Не, РПДН, НРА. Ну ладно. Депник риса. 8 августа я говорил сегодня с шефом ещё раз, но он отказался слушать меня. Я точно знаю, что Амбрелла проводила исследование Т-вируса. В том доме любой заражённый превращался в зомби. Но целое здание взлетело на воздух. В том взрыве, вместе со всеми обличающими уликами, с тех пор, как Амбрелла взяла на работу так много людей, в городе ни один не желает обсуждать инцидент. Похоже, я исчерпал свой запас возможностей. 17 августа мы получили немало сообщений с мест о странных монстрах, появляющихся в различных частях города. Несомненно, это работа Амбреллы. 24 августа с помощью Джилл и Барри я получил полную информацию по этому важному вопросу. Амбрелла начала исследование нового Г-вируса, ну, G-вируса. Вариация оригинального Т-вируса. Неужели им достаточно уже сделанного имя зла? Неужели им недостаточно уже сделанного имя зла? Мы обсудили это и решили лететь в главный штаб Амбрелла в Европе. Я не хочу говорить своей сестре об этом рейсе, потому как поступив так, могу подвергнуть её опасности. Пожалуйста, прости меня, Клэр. Леон! Рад видеть тебя целой и невредимой. Но, похоже, нам не удастся найти здесь твоего брата. Нет смысла задерживаться в этом месте. Давай разделимся, поищем выживших и уберёмся отсюда. Согласна. И ещё. Вот радио. Держи. Так мы сможем поддерживать связь, в случае чего. А спреи есть от рыбаки? Ну, хоть спреи есть. И то плюс. Не писается, чей стол, да? Да. Отвечный прибор. Возможно, здесь они собирают информацию. Ох, дробовичок хоть. Ну, больше здесь нам делать ничего. Идём дальше. Замбак, шатайся дальше. Мне не до тебя вообще. Вот, исполню, думал насчёт рыбаки-то. Профотку. Сейчас мы её и проедем. В третьей части, кстати, Джилл прочитает насчёт стола. То, что здесь Ребекка. Ну, то, что и Лёня нам прочитает сейчас. Я могу бесконечно наслаждаться этой музыкой. Комнат с сохранением вообще были раньше. Это вот... Не знаю, это был кайф. Новичок. Вот она, Ребекка. Которого в первой части встречали. За Гриса играв. Вы можете это посмотреть у меня в прохождении Resident Evil Remake 1. А также подписывайтесь на канал Андрея. Он у меня есть тоже в друзьях и в каналах, на которые я подписан. Вы можете увидеть это в шляпе канала. Канала друзей Андрея 5. Он тоже как раз проходил Resident Evil. Немного 2. Ремейк. Я, как видите, прохожу в оригинальном Biohazard 2. Ну, уже отличия заметили. Ой, сейчас мы... Поливись! Первый раз его не обосрался. От этих массажистов. Ой, массажисты, массажисты. возьмем обрез где-то ремингтон да ладно где там шипишь ликеру капот хотите называть его этот лизун да еще патроны ничего не хочет почитать что у нас там за окном развес на записке ничего нужного тяжеловато тяжеловато ребят чинь чего особенного здесь на морду ты же полицейского чудо морды оружие протокольные мы не убираем старый фонтан что-то написано здесь чтобы получить ключ к вашему сердцу я жду единорога прекрасного зверя а вот у нас есть медаль единорога графика все-таки чутка отличается до hd версии подтянули подтянули на ледяную но есть один недостаток патронов и трав мало это меня очень не радует там где привык где они должны быть их там нету тут ничего не скажи здесь слишком темно чтобы увидеть что-то что-то я же могу двери пропускать точно но нет давайте играть по оригиналу открывая двери так аккуратно осторожно патрульный рапорт 20 сентября 9 30 утра подать и подать и сержант карлсон мы получили информацию о подозрительной личности прячущейся в районе канализации на окраине ракун сити я обыскал ту область и обнаружил человека но он убежал прежде чем я смог задать ему вопрос я прошу следующие вещи небольшое количество пластиковых взрывчатки си-4 электронный детонатор 9 на 19 патронов для парабеллума инфракрасные очки сломаны тут у моего должна быть здесь есть лент мы ее брать не будем патроны здесь это уже не радует еще чем положить кто тут в оригинальной версии не было патрона подходит патроны переехали в оригинальной но крутилка здесь вот нужно лежать ничего не вижу все все меня на ее поле поля хомуха тут не чинить ксерокс злой ксерокс патроны дроговика то нет это вот печально да и звук здесь классно проработан потому что обычная версия 22 и 50 герц это у меня 48 но 22 22 тысячи 500 герц а это мне 48000 озвучка более дыма музыки и шагов всего этого более качественно проработана потому что это все рассматривал когда устанавливал не круто блин дайте патронам дайте патронам дайте сука патронам блять беда ну умри умри да что ты такой живучий сок как не помню че еще не растягся я думал че живой что думаем блять пиздец будет ох сейчас будет пиздец точно да а блять еще один ползел так ебра на тебя все равно потом если из комнаты уйду это патроны должны быть о 10 для пистолета почему чуть-чуть дробовика-то не трудно куда не делись информация не кажется полезным красная травка опа опа это все это good а тут и осталось интересным для патрон для дробаша делись тут кстати с нами местность интересовала всегда думал то что здесь что то есть когда проходила европейской версии может так выделено комнат данные компания амбрелла инка это не важно ах блин тоже первый раз помню испугался проходил начинаемся двигать они тут странно двигаются я успел всегда бежать в европейской тут мне не бьют бежать у меня леоня встает почему-то сам сейчас тоже зомбаки видна дядя уйди а дядя иди плохие дяди но по идее нужно быть хорошие даже плохо но сейчас одни нас очень хотят любить теперь мы сможем сокращать нашу пути чтобы не было не бегать а 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 Маленький крючек. Для них секретаря шефа А. Что в апреле? Я случайно сдвинул одну из каменных статуй на втором этаже, когда блокотился на нее. Когда шеф узнал об этом, он был в ярости. Клянусь, парень был близок к тому, чтобы откусить мне голову. Он орал, чтобы я никогда не трогал статуи снова. Но если это так важно, тогда почему он не желает убрать ее с открытого места? Как это? Я на седьмое апреля слышал, что все художественные обломки из коллекции шефа редкие предметы, стоящие сотни тысяч долларов. Я не знаю, что здесь большая загадка, где он нашел такие липкие вещи. Или где он достал деньги для покупки их. Десятое мая. Я не был удивлен, увидев шефа, пришедшего сегодня с еще одной большой картиной в своих руках. В этот раз это была действительно волнующая живопись, изображающая голову повешенного человека. Я был вспомнил. Выражение лица шефа, когда он вожделенно смотрел на картину. Почему каждый, читающий вещи подобные этой произведениям, искусство находится за пределами моего понимания. Ну вот, ребят. Мы как раз знаем, что тут нам эти давали подсказывать. Закадка. Мы сейчас ключиком сбегаем туда, где нам надо его использовать, чтобы получить бонус. Лишняя пробежка. Ну что поделать. Все-таки более улучшенный пистоль. Сейчас вы увидите, почему мне нужен будет. Очень приятно. Видите, зомбака нет, в который ты ползал. Да, малый. Малый ключ. Вот мы и нашли. Часть. Сейчас, если я сделаю полностью, мне должны стать все полностью патроны. Да? Да. Клюк работает. Ну, сейчас мы пойдем сохранимся. И на этом наше сегодняшнее прохождение закончится. Прохождение, мучение. Так, ничего не лежит. Ничего не лежит. Кто-то закварит здесь будет, да, у меня? Ну, ладно. Тоже, мне кажется, немного изменен ракурс камеры. Но форма мне очень понравилась, впечатлила. Так, давайте возьмем пишущую ленту. И заселимся. А здесь еще лежит. Используем чернила. О чем отличие? А где-то, а где-то, а где-то. Ага, понял. Вот. У меня на тубу просто перезаписалось. Обновил, брат. Вот он, в чем подвод. Думал, что за фигня? Будем знать теперь, ребят. Но больше всего сделаем. Ну, а всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefraite 987. С вами был Нев. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну, и, конечно, расставлять ваши комментарии под данным видео. И всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.